Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Мужская пятница начинается на 101.0. Здравствуйте, приветствуем вас мы, Владимир Сметанин и Николай Голиков. Или Николай Голиков и Владимир Сметанин. Добрый день, сегодня пятница, 30 октября. Давайте сразу же представим нашего гостя. Мы здесь не одни с Николаем. У нас в гостях Александр Панов, уполномоченный по правам человека в Кировской области. Александр Георгиевич, добрый день. Добрый день, Владимир. Добрый день, Николай. Будем мы говорить о месячнике правовых знаний, которые будут проходить в нашей области в ноябре месяце. Но перед этим все-таки давайте проанонсируем всю мужскую пятницу. Она у нас сегодня половина мужская пятница, половина смешанная. Майчики и девочки. К нам придет наш коллега, шеф-редактор отдела тематических программ нашей радиостанции, Светлана Удельная. Это уже традиционная рубрика «Культ поход», которая будет сегодня занимать весь второй час. Потому что билетов будет много, призов будет много. Я уже в прошлый раз Светлану вообще назвал «Бабушка Мороз», потому что она как Дед Мороз с таким мешком подарком. Так что слушайте обязательно билеты. Билеты в театр, билеты на выставки и так далее. В тот раз даже было в какое-то питейное заведение. Кстати, довольно-таки быстро попросили его. Несет, что называется, свет в массы Светлана Удельная. Будем ждать ее к 12 часам. В первом части, к тому же, мы еще поговорим с Анатолием Курбатовым. Он был уже неоднократно в нашей студии, общался с нами. Это представитель общественного объединения «Красивый Киров». Серьезное такое событие состоялось позавчера, если не ошибаюсь. Да, позавчера, 28-го. Он встретился с губернатором, с Никитировичем Белых. Они обговорили как раз проект строительства вот этой вот тропы. Всесезонной, как ее назвали, спортивной трассы. На территории областного дворца пионеров нашего мемориала. А встречался он с губернатором, потому что земля это областная, да? Да, это федеральная земля. Федеральная земля, то есть не городская. Поэтому все подробности этой встречи с губернатором и о том, что там планируется сделать, мы узнаем ближе к 11.30. Ну и теперь наша первая тема. А, кстати, да, опрос. Опрос на сайте Эхо Кирова и на нашей странице ВКонтакте. Вот приуроченный как раз-таки к теме обустройства спортивной трассы. Кто должен заниматься благоустройством до парков сквера, спрашиваем мы. И именно три варианта ответа. То есть первый вариант – местные власти. Второй вариант – спонсоры и благотворители. Ну и третий – это сами граждане. Да. Ну и наша первая тема – месячник правовых знаний, который пройдет в Кировской области в ноябре. Как раз-таки аппарату полномоченного по правам человека в Кировской области организует серию, череду этих мероприятий. По-моему, еще месячник не анонсировался на официальных сайтах. Но известно, как он проходил, в частности, в прошлом году. И вообще он традиционно в ноябре проходит. Почему именно этот период выбран для столь серьезной темы? Конец года. Да, сразу скажу, что наша с вами встреча и передача, она тоже является одним из мероприятий по анонсированию этого месячника. Почему месячник проходит именно в ноябре? Ну это традиционно так сложилось, что вообще этот месячник у нас шестой по счету. И он был организован по инициативе первого полномоченного по правам человека в Кировской области Климова Владимира Владимировича. И традиционно он проходит в ноябре месяце. Почему в ноябре? Потому что месячник правовых знаний и месячник правового просвещения, он как бы завершает все те мероприятия, которые проходят в области, которые организованы различными организациями и учреждениями. Именно вот в вопросе правового просвещения населения. Ну что такое правовое просвещение, да, как одно из определений. Правовое просвещение — это распространение правовых знаний, повышение юридической культуры населения. И то есть это не какое-то однократное и разовое мероприятие. То есть каждое государственное учреждение, общественная какая-то организация, она в той или иной мере ставит свои задачи именно распространять правовые знания. В том числе и задача, вернее, одна из целей и практически основная цель Института Уполномоченного по правам человека — это содействие реализации прав и свобод человека и гражданина. Для решения этой задачи, для решения верения этой цели решаются различного рода задачи непосредственно. Это и восстановление нарушенных прав и свобод, то есть исправление той несправедливости, которая была допущена по отношению к людям. Это и посредничество при решении проблем, которые возникают между государством и непосредственно человеком, и совершенствование законодательства в области прав и свобод. Естественно, основной, одной из важнейших и основнейших задач именно Уполномоченного — это является информационно-воспитательная задача, это именно просвещение по вопросам прав и свобод. И по истечению этого месячника мы подводим определенные итоги и приурачиваем это, если так можно сказать, вот именно к дню прав человека, которое по решению организации ООН празднуется 10 декабря. Это близко к дню Конституции. А вот, Александр Георгиевич, вопрос такой, смотрите, вы говорите, что это уже проходит шестой раз, да? Шестой год, да. Шестой год. И вы ведь довольно-таки много ездите по области, вот так смотришь, да, вот там побывал, там побывал, там встретился. Вот есть ли такое ощущение, что за эти шесть лет повысилась правовая культура населения? Что вот благодаря вот этим вот каким-то мероприятиям, которые каждый год проводятся в большом объеме, или надо все-таки усиливать эту работу? И вообще что такое повысилось? По каким критериям можно оценивать положительные эффекты? Ну, по общению с людьми можно, может быть, понять, стали ли они более подкованы-то вот юридически. Я вот думаю, что любое развитие, да, в том числе и становление правового государства, это вот именно решение той задачи, которая была декларирована вот именно в истории новейшей России и вот теми руководителями государства, которые вот сейчас как бы реализуют эту концепцию. И вообще все движение вперед и развитие всего общества, оно как бы само по себе подразумевает накопление какого-то опыта и повышение уровня, в том числе и именно вот в срезе правовых знаний. И критерий, одного критерия, о котором можно было бы судить о повышении вот именно юридической культуры и правовых знаний населения, оно, конечно, не существует. Потому что население у нас меняется, растет, подрастает, стареет и прочее. И проблемы, но они, то есть тот комплекс проблем, он остается как бы основным, но появляются, естественно, и определенные новые проблемы, новые тревоги. Новые тревоги, которые связаны в том числе и с глобальными изменениями и в мире, и в России. Вот. А то, что культура повышается, это можно сказать, наверное, без сомнения. Это говорит о том, что повысилось количество обращений за защитой своих прав. То есть люди понимают, что здесь действительно произошло нарушение, надо разбираться, да? Да, да. И вот именно, но я еще раз говорю, что это такой, как бы, ну, постоянный процесс. Если уж мы вот заговорили, да, о правовом просвещении, вот, об образовании в области прав человека, то и то, что 10 декабря мы, как, в общем-то, страна, создавшая ООН, да, и именно вот присоединившаяся ко всем декларациям, будем праздновать, да, то тут вот можно привести слова вот генерального секретаря на то время, да, вот, когда принималась именно вот декларация, что образование в области прав человека, да, это значительно больше, чем просто какая-то разовая акция, это как не один урок в школе или тема дня, или даже какого-то месячного. Это такой длительный и постоянный процесс ознакомления людей с механизмами, которые бы и им необходимы, это процесс вот именно вот с теми механизмами, которые им необходимы для того, чтобы жить в условиях безопасности, в условиях комфорта и с чувством собственного достоинства. В этом году месячник будет носить какую-то специфику, какая-то более узкая будет тема браться. Ну, вот, например, гражданский форум у нас прошел, да? Там, да, там была общественная контроль. Там была общественная контроль. Здесь есть какая-то вот такая, нет? Нет, или такой стандартный план? Или это исходит из запросов, которые есть, которые вы мониторите? Да, это все происходит, я еще раз говорю, что это все происходит как бы завершающий этап работы всех структур в области правового просвещения. И поэтому это как бы такая финальная, такая точка, да, финальный аккорд вот именно года, для текущего года, для того, чтобы подвести итоги, сделать какие-то, ну, какие-то выводы. Ну, вообще, цель правового просвещения, значит, рассказать, донести, и она как бы не ставит цель контроля, насколько это усвоилось, да, ну, правовое... То есть экзамены не проводите? Экзамены, конечно, не проводят, но, тем не менее, пока все как бы в традиционных формах, но попробуем, потому что для меня, вот как для... Уполномоченного. Уполномоченного по правам это первый месячник. Я в нем участвую как... Напомним, что вы пришли на эту должность в феврале этого года. В феврале этого года, да. И вот мы посмотрим, пока вот будем именно идти теми путями, вот которые как бы уже традиционно опробованы. Но это не говорит о том, что у нас как-то запрещается какая-то креативность. Вот вопрос в том, что вы, на самом деле, очень много ездите, и вы как бы знаете, вот по каким темам наибольшее число идет вот обращение граждан, да? Может быть, как-то вот на самом деле сориентироваться на тех темах, которые тревожат, да? Ой, это очень сложно, потому что темы... А давайте озвучим эти темы. Ну, какие чаще всего к вам обращаются, вот по каким вопросам, в каких сферах? Ну, во-первых, сейчас это самая основная... Ну, вот как бы основную тоже я не выделял. Одна из. Одна из. Вот сейчас, кстати, вот этот вопрос, который связан с капитальным ремонтом, он был очень серьезно, значит, серьезной проблемой было в начале года, где-то весной, вот когда люди стали получать первые платежки. И когда вот мы действительно собирались и с общественностью, и с общественной палатой, и с разными другими движениями и организациями, и в том числе, и в первую, наверное, очередь именно с непосредственными структурами, которые уполномочены государством на разрешение этих проблем, да, с фондом капитального ремонта и с курирующими министерствами нашего правительства, да, вот был недостаток действительно правового информирования. Но сейчас эта проблема как бы, она не снимается, естественно, потому что... А в каком виде она еще живет? Она вот живет сейчас в условиях конструктивного разрешения проблем. То есть были вопросы, которые не всегда учитывались. Это и время включения в график определенных домов, это и формы накопления средств. Люди тоже как бы получили реальную возможность воспользоваться именно спецсчетом, спецсчетом, да, для собственного распоряжения этих средств. Вот, то есть сейчас вышло это на конкретные формы, в том числе и на законодательные. Вот буквально вчера тоже вопросы капитального строительства и изменений. То есть такого протестного движения уже нет. Да, протестного движения нет, и поэтому, да, действительно, есть определенные проблемы, которые необходимо решать, и, в общем-то, вот, по крайней мере, большинство населения этого понимает. Ну, конечно, вот в связи с началом отопительного сезона обострились вопросы коммунальной сферы. Отсутствие тепла, отсутствие горячей воды. Вот отсутствие тепла, таких как бы жалоб и обращений у меня нет. Есть вопросы качества предоставления соответствующих услуг, качества предоставления, качества исполнения тех обязанностей, которые взяли на себя по договорам управляющей компании и другие, значит, организации, которые обеспечивают вот эту жизнедеятельность. Вот, ну, не сейчас, я так думаю, ни в дальнейшем никаких чрезвычайных происшествий не произойдет. А вот эти вот вопросы есть, в том числе и по размеру оплаты, по предоставлению льгот. Это все есть. Вопросы пенсионного обеспечения. Ну, раз задел льготы тоже, вот вопросы льгот тоже, они как бы стоят. Очень, очень остро, значит, ну, это в первую очередь, конечно, льгота на проезд, который был определен, которым вот тот нормативный акт, который был издан правительством, который определяет нуждающих, да, нуждающих только как, значит, не менее полутора размера прожиточного минимума. Вот с этим тоже вопросы, вот этим вопросы связаны. Ну, и, конечно, вот реализация и тех, значит, льгот и привилегий, которые исполняются, но не могут быть в полном объеме исполнены в связи с недостатком финансового зарезда. Если говорить о том, на какие, выражаясь канцелярским языком, слои населения будет рассчитан этот месячник, это и старый млад, что называется? Да, да. И школьники, и студенты, и зрелые люди, и пенсионеры. Мы планируем охватить вот этим месячником всю область, и, значит, начиная и от школьников. Ну, давайте, что будет в школах? Так, ну, значит, ну, во-первых, значит, у нас участвуют в этом мероприятии. Ну, мы практически все территориальные органы, федеральных органов исполнительной власти, это министерства и ведомства, ну, основные министерства, это министерство образования, министерство культуры, министерство социального развития, министерство здравоохранения, Министерства внутренней политики и информации. Это, конечно, и прокуратура, и управление Министерством внутренних дел, и следственное управление Следственного комитета, и УФСКН. Все они в рамках своих полномочий будут проводить со школьниками. Именно и деловые игры, и конференции, и какие-то творческие конкурсы. И с лекциями будут выступать не просто рядовые сотрудники, а руководители этих федеральных ведомств, этих структур. И большой, конечно, пласт — это студенчество. Студенчество здесь у нас занято как бы в двух ипостасях. Оно и как объект воздействия нашего правового воспитания и просвещения, и как наши помощники, как субъекты. Это, видимо, уже студенты, которые попрофессии учатся. Да, это, естественно, те гуманитарии. В первую очередь, конечно, это юристы. Ну и, естественно, по своим направлениям, вот упомянутые мной министерства и ведомства, будут проводить и горячие линии, и форумы на своих сайтах. И, естественно, выезды по конкретным проблемам в районы области. Значит, у меня тоже запланирован ряд выездных приемов. Это и Слободской район, это Немский район, это Кельмесь в ноябре. Это у меня будет встреча с ветеранами Великой Отечественной и других боевых действий, которые находятся на лечении в госпитале ветеранов войн. Будем проводить под эгидой уполномоченного и конкурс творческих работ среди студентов, и среди инвалидов, и среди детей инвалидов. Вот. Большая программа мероприятий запланирована и по линии моего коллеги, уполномоченного по правам ребенка. Да, потому что 20 ноября как раз попадает Всероссийский день бесплатной юридической помощи детям. Вот он как раз тоже у нас попадает вот в этот период, вот этот период времени. Это и публикация в районных, и областных СМИ. То есть очень большие, как бы, если по блокам рассмотреть, ну, я вас сразу адресую на сайт уполномоченного. Там в разделе правовое просвещение, вот мы буквально сегодня, вчера-сегодня уже подготовили сводный план проведения этого месячника. И поэтому сайт доступен, ну, в любом поисковике уполномоченным по правам человека. Безусловно, мы бы задали этот вопрос, конечно, где можно найти подробную программу. Да, и через сайт правительства, да, это все, как бы, есть все контактные телефоны, все мероприятия, и практически даты, и места, где они будут проводиться. А как будете ловить работающих граждан? Для них вот что-то будет? Ну, работающих граждан мы не ставим себе целью кого-то поймать. И я так думаю, что это, во-первых, в первую очередь, конечно, должна быть заинтересованность самих людей, для того, чтобы получить какую-то и правовую консультацию, и разъяснение по каким-то житейским вопросам. Вот, ну, мы доступны, ну, практически всегда, а вот именно в этот период времени, в ноябрь, мы будем еще более доступны. Вот, Александр Георгиевич, такой вопрос. Обычно, когда вот идет речь о правом просвещении, да, подразумевается, что оно проводится среди, скажем так, потребителей услуг, да? То есть, ну, среди граждан, студентов, школьников, которым надо защищать свои права, скажем, в отношениях с теми, кто им эти услуги предоставляет. А вот с теми-то вот сотрудничками, которые ведь это же двусторонний процесс, да? Когда есть нарушение прав, то оно ведь идет с разных сторон. Те, кто услуги предоставляют, там, либо вот коммунальные, либо государственные услуги, с ними это как-то вот это будет работать здесь по их правовому просвещению? То есть, как бы с той стороны вот этих отношений. Ну, я так сразу хочу вам сказать, значит, те люди, которые обличены своим административным регламентом и по закону должны обеспечивать реализацию этих прав, да, и в случае их нарушения, тут какое может быть просвещение? Я так думаю, что для этого создано достаточно большое количество контрольных и наздирающих структур, и в том числе институту полномочия, да, институту полномочия, но здесь уже будет вопрос ставиться, наверное, более жестко в случае нарушения. А в случае, как вы говорите, просвещения их, да, есть специальные программы, которые именно предусматривают повышение их профессионального уровня, повышение квалификации. Кстати, в ноябре месяце тоже мы будем проводить, в общем, большой круглый стол в Институте повышения квалификации Федеральной службы исполнения наказания, вот, потому что это у нас один из трех институтов вообще по стране, и там повышают свою квалификацию некоторые специалисты, которые не получают ее, не повышают ее больше нигде по России, и там тоже вопрос соблюдения прав, в том числе и в местах принудительного содержания тоже будет, как бы, остро стоять. — Жители города Кирова вот так смогут запросто прийти на какую-то консультацию в рамках этого месячника? — Да, все двери открыты, да, все двери открыты, будут задействованы площадки, ну и традиционные площадки, это и библиотеки, и библиотека Герцена, и дома, и дворцы культуры, и дворцы творчества, то есть все эти площадки будут задействованы. — То есть на сайте, на вашем сайте уполномоченных, да, на сайте регионального правительства можно будет найти конкретные адреса, даты и время проведения. Знаете, я еще какую тему хочу затронуть, мы неоднократно говорили об этой проблеме, которая обостряется в нашей студии, по-моему, с представителями прокуратуры, я имею в виду активность интернет-пользователей в части, как это официально называется, разжигания, экстремизма и так далее, ну, тема такая обостряется, безусловно. — По крайней мере, если смотреть сейчас, что дела идут, да, много информации появилось. — В рамках этого месячника, ну, по-простому говоря, вы будете говорить людям, что можно писать, а что нельзя? Будете уделять особое внимание этой проблеме? — Скажем так, категорию людей, как интернет-пользователей. — Да, у нас задействовано, причем большими и широкими силами управление Министерства внутренних дел и управление Федеральной службы безопасности тоже, и, в том числе, вопросы профилактики экстремизма и терроризма, содействия терроризму, оправдывания экстремизма, это тоже получит свое, как бы, развитие и продолжение. Вот, насколько я знаю, если вы можете ознакомиться с программой, ну, среди пользователей это, естественно, молодежь, и поэтому представители и УМВД, и УФСБ будут встречаться со студентами, со старшеклассниками и, в общем-то, говорить о том, что, в принципе, свобода слова и вообще любая свобода и любое право, обратная сторона — это определенные обязанности. — Ну, ноябрь у нас уже на следующей неделе начинается. — Так он вообще-то вот-вот. — То есть, соответственно, уже на следующей неделе, да, начинается активная работа? — Да, это... — Поездки, проведение семинаров и так далее. — Да-да-да, буквально. — Консультации. — Начинается с первых дней. — Я просто хотел немножко еще вот по предыдущему вопросу спросить, потому что, когда речь идет об интернет-пользователях, да, они же общаются на своих площадках, да, вот там, в сетях, в социальных сетях где-то. Вы сами-то будете в социальных сетях с ними работать или только так вот живьем в домах культуры? — Ну, я стараюсь все-таки работать живьем, но, видимо, все равно этим вопросом надо пользоваться, и тот сайт, да, те вот ресурсы электронные, которые вот есть у полномоченного, конечно, их надо использовать шире. Мы вот продумываем на будущий год, как бы, пересмотр своего сайта, может быть, там действительно надо будет создавать какой-то интернет-приемный, хотя мы пользуемся и электронной почтой, да, но вот интернет-приемный, организация каких-то форумов, на которых может человек, ну, получить практически сейчас, да, в онлайн-режиме, что называется. — Ну, в онлайн или в оффлайн-режиме какой-то ответ. И непосредственно от специалистов у нас действует еще образованный эксперт, экспертный совет или от экспертов, или непосредственно от тех людей, которые находились в данной ситуации и как-то разрешали эту проблему. — Как мы своим опытом можем поделиться человек? — Да, опытом можно поделиться, поэтому в некоторых регионах это практикуется. Мы встречаемся со своими коллегами в регионах, и я думаю, этот опыт тоже надо использовать. — Александр Панов, уполномоченный по правам человека в Кировской области, в нашей студии завершается наша беседа. У нас сейчас небольшой перерыв. Еще раз напомним, что всю информацию по месячнику правовых знаний, которую у нас придется на ноябрь, можно найти на сайте уполномоченного. — И, соответственно, прийти на любое мероприятие, вход везде свободный. — Спасибо большое. — Спасибо вам тоже. Приглашаю тоже активно поработать вместе. — Спасибо. Уходим на рекламу и скоро вернемся. — Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». — Продолжается «Морская пятница», Николай Голиков. — И Владимир Сметанин. — Да, и у нас действительно пока все еще «Морская пятница». Светлана Уделина к нам не присоединилась. — А мы ее не пустили. — Она будет во втором часе, хотя она уже вот у нас здесь рядышком готовится. — Ломится. — Перебирает билет, который будет разыгрывать. Участвуйте в розыгрыше. Ну а сейчас у нас в гостях Анатолий Курбатов, представитель общественного объединения «Красивый Киров». Анатолий, добрый день. — Добрый день. — Здравствуйте. — Говорить мы будем о том, что в парке у Дворца Пионеров появится всесезонная спортивная трасса. Это как раз-таки инициатива, или в том числе инициатива «Красивого Кирова». — В том числе. — В том числе, потому что еще есть Анна Шатунова. Ну, как известно, да, активная. Или она входит все-таки в «Красивый Киров». — Анатолий Курбатов, активная защитница вот этой территории у Дворца Пионеров. — Не забывай, что у нас еще опросы на совете происходят. — Опрос. — Благоустройством парков и скверов должны заниматься кто, по вашему мнению? — Местные власти — первый вариант ответа. Спонсоры и благотворители — второй вариант ответа. Ну и обычные граждане — третий вариант ответа. — Я думаю, что за 12 минут нашего разговора, думаю, вряд ли что-то изменится. Ну, 80%, я имею в виду в голосовании, 80% голосуют за то, что местные власти все-таки должны этим заниматься. Повод для беседы с Анатолием — это встреча с представителями правительства Кировской области, в том числе с губернатором Никитой Белых, которая произошла позавчера. — Да. — Позавчера. И вот как раз-таки обсуждались вопросы об устройстве этой всесезонной спортивной трассы. Вот сейчас в перерыве Анатолий сказал, что это была уже вторая встреча. — Да. — Такого уровня. Давайте о первой вспомним. — Это была вторая встреча. Первая встреча была у нас 11 августа. В середине лета, когда спонсоры вышли на нас и сказали, что есть желание благоустроить парк, мы с ними пообщались, походили по месту, посмотрели, что из себя представляет текущая трасса, пришли к каким-то общим знаменателям и написали письмо на имя губернатора, что вот есть спонсор, есть желание, есть проект, давайте как-нибудь реализовывать. — Это был как раз-таки проект вот этой трассы, которая работала бы круглый год, да? — Да. — Как раз. И в 11 августа первый раз встретились. — Вам позвонили или что? Или как? — И звонили, и написали. — Приглашаем вас на встречу. — Да. Там был довольно сильный состав участников, все профильные замы, министры, глава города, глава администрации, директор дворца пионеров и мы со спонсором. — Да. И, собственно, на той встрече выслушали все точки зрения и единогласно решили, что трассе надо быть там быть. И потом уже пошли рабочие вопросы, которые закрыли позавчера. — Ну, 28 октября о чем речь шла там? — Ну, там, в принципе, уже пошли технические нюансы. — Давайте я озвучу состав участников. Вы там были. Никита Юрьевич, Александр Галицких, Елена Валентиновна Мальцева, министр государственной имущества Кировской области, министр образования Александр Измайлов, Александр Воустриков, замминистра спорта, Геннадий Якимов, исполняющий обязанности, главой администрации, что Александр Викторович у нас в отпуске. — В отпуске. — Жанра Радыгина, директор как раз-таки дворца. Вот такой состав участников. — В общем, со всех сторон. — Да, ну и пришли к итог заседания, что трасса должна быть построена в срок до декабря 2016 года, передана на баланс дворца пионеров области госимущества до января 2017 года. Ну и, собственно, остальные технические нюансы по подключению, по прочим, тоже поручения все даны профильным департаментом. — То есть трассу будет целый год строить? — Вполне возможно, что ее сделают буквально в этом году. Но это просто такие сроки, за которые нельзя будет вылазить. — Смета известна? — Ну, изначально смета составляла 2 миллиона 300 тысяч. Деньги как бы есть. — Спонсор готов? — Да. — То есть не испугала сумма, да? — Ну, собственно, он сам это все и разработал. И изначально готов был вложить именно эту сумму, потому что человек провел во дворце пионеров все свое детство, юность, занимался лыжным спортом. И сейчас, заработав деньги, решил просто благоустроить, привести в порядок то, что там есть. — Как интересно, это действующий бизнесмен? Позвольте поинтересоваться. — Да, это три действующих бизнесменов. — Три действующих бизнесменов. — И я бы, конечно, слово «спонсор» бы убрал, потому что они не будут никакой выгоды иметь с этого. Лучше тут подходит слово «меценат». — Меценат или благотворитель. — Или благотворитель. — Да, то есть они дают в память, так сказать, о своем счастливом детстве и в плане того, чтобы как-то местным жителям это сделать приятно. — Да, если бы я был бы на своем детстве, я тоже много лет провел в этом дворце. — Давайте, Анатолий, поподробнее. Как выглядеть будет этот раз? — Что это будет, собственно говоря, да? — Ну, собственно, будет этот двухкилометровый круг с подъемами, спусками, освещенными. — То есть непосредственно по периметру, да? Попова, Некрасова, Калинина, Сурикова. — А там вот схема предлагается небольшая. — Трудно по радио показать схему. Придется как-то ее описывать, да? — А, нет, нет. Она все-таки, да, не по всему периметру. — Там раньше проходил пятикилометровый круг. К сожалению, он сейчас разорван строительством бассейна, терраспорт. И остался там только небольшой двухкилометровый круг. Вот мы и решили пока его установить. И там будет еще включен в это 800-метровый круг для занятия для пенсионеров, для школьников младших классов. Ну и главная причина была освещение, то, что сейчас там дети занимаются. К сожалению, света нет. Световый день очень маленький, и 4-5 часов уже заканчивают. А катаются, на самом деле, дольше. Это, во-первых, небезопасно, потому что нет освещения. Поэтому просто это вопрос, конечно, безопасности в первую очередь. Поэтому было принято первый раз сначала делать освещение. — Когда именно эти работы по освещению должны стартовать? — Вполне возможно, что и в этом году тут все зависит не от нас, а от погоды. То есть тут как строительство, это можно-нельзя. То есть я абсолютно не могу сказать точно. — Придется что-то делать? Вкапывать новые столбы? — Да, новые столбы вкопать, провести освещение, повесить светильники. — Светильники, как анонсировалось, там будут светодиодные? — Светодиодные, да, с линзами. То есть мы когда изначально составляли смет в августе, у нас светильники были простые. Там было не очень качественное перекрытие света. Были темные зоны на углах, по краям трассы. То есть сейчас мы этот вопрос проработали очень глубоко. И нашли линзы, которые рассеивают свет, увеличивают площадь. Получается трасса освещенная даже в самых уголках. — То есть как бы зимой это будет выглядеть так? Это будет лыжня освещенная, да? А в летнее время, раз она все зонная? — В летнее время это будет прямая дорога с водоотводами. То есть после дождя там будет сухо сразу. — Там грунт будет все равно, да? То есть там никакого специального покрытия не будет? — Специальное покрытие будет в виде щипы с песком, чтобы было лучше сцепление у бегающих. Чтобы снег раньше ложился, чтобы он дольше не таял. Это грубо говоря, будет увеличивать сезон зимний месяца на полтора. — Ну, щипа с песком имеет обыкновение как-то втаптываться, быстро довольно. — Втаптываться, да, два года. Ну, это будет как бы подсыпаться со временем. Ну и плюс водоотвод, он будет делать свое дело. Она не будет гнить, она будет сухая, плотная, слежавшись. Что создаст очень удобные условия для занятия спортом. — Ну, вот, считай, это официальное сообщение. Можно на Тетрассе будет заниматься и лыжами, и скандинавской ходьбой, и бегом, и спортивным ориентированием, а также летним и зимним триатлоном, в том числе и биатлоном. Биатлон, да? — Ну, это, я думаю, что просто прописали так. Вполне возможно, сейчас мы вот биатлонная... — Винтовку повесил? — Лазерная, скорее всего, сейчас у детей есть. То есть тут такая в плане... — Сейчас у детей, судя по сообщениям, вообще все есть. Если они уже в школах, из пневматики полят. — Собственно говоря, вот то, что все присутствовали, в принципе, сейчас этим же там и занимаются. Просто занимаются в очень короткое время, святого дня. — А вот меня еще этот термин заинтересовал. Терренкур. Терренкур. — Это что-то типа скандинавской ходьбы. — Ага. — Это, я так понимаю, подъем, спуск как-то. Ну, трасса будет довольно сложная. — Люди знают, кто знает, что такое Терренкур. — Сам профиль трассы будет такой, что на нем можно будет проводить оригинальные соревнования областные. То есть у нас в черте города Кирова таких соревнований нету, ну, мест. И, то есть, приходится сейчас, наверное, вывозить куда-то в Чепецкий район, где там еще раз. А это же все довольно тоже... Детей организовать в таком количестве довольно трудно. А когда это будет в центре города, это будет просто... ...большие проблемы и сэкономят средства. Ну, и безопасность детей. Не надо будет их никуда перевозить. — Мне еще интересно, глава региона Никита Юрьевич, вот вы смотрели на него, какое у вас впечатление сложилось? Вот лично он как относится к этому? У него глаза горят, он вообще заинтересованность проявляет. — Да, глаза у него горят. Очень приятное впечатление произвел губератор. Я так понял, я не знаю, могу ли я это озвучивать, но, насколько я понял, Никита Юрьевич постарается найти еще спонсоров на дальнейшее благоустройство парка. Я так понял, что они хотят через линию военно-патриотического общества, в которую он ходит... — Которую он возглавляет, региональное отделение. — Да, он хочет, планирует заняться восстановлением мемориальной зоны, как он сказал, цитирую, без лишних, как сказать... Ну, то есть в рамках, как что там есть, перевести в порядок. Может, там появится небольшой фонтан, но такой, который будет, так сказать, ну, там... — Не с водой, а как имитация фонтана. — То есть, скорее всего, это будет не центр композиции, просто чтобы для... — Да, ну, чтобы это не портило мемориальную зону, как-то, чтобы он там... — Чтобы вписаны были в ансамбль, да. — Дал задание исполняющей обязанности главы города, администрации, привести в порядок, ну, проработать вопрос о приведении в порядок юго-восточной, юго-западной части парка, где сейчас там даже ни кусты не обрезаны, ничто, то есть... — Юго-западная — это ближе к перекрёстку Некрасова-Попова, да? — Это перекрёсток Некрасова-Калинина. — Некрасова-Калинина, да. — Там сейчас Лесополоса, вот, и я так понял, что они в ближайшее время хотят выйти на месте, вместе с главой города, вместе с директором дворца Пенера. И посмотрите уже на месте, какие проблемы там есть. Парки сейчас очень хорошо, но проблем тоже достаточно. Соответственно, вот, Никита Юрьевич будет решать, что-то будет с средствами государственного частного партнёрства, что-то будет через вот это военно-историческое общество, что-то будет там делать бюджет города. Ну, то есть, как бы, приборку. — Это будет как-то сопоставимо с теми сроками, которые вы озвучили, то есть, ближе к концу 16-го года, там, передача в начале 17-го? — Я не знаю, это уже зависит не от нас. — То есть, это как бы другой проект получается, да? То есть, вот здесь один здесь, и второй как бы идёт параллельно. — Ну, Никита Юрьевич сказал, что, чтобы это было максимально согласовано и сделать сообщат. То есть, если мы уже начали заводить там для чисто, допустим, на одну часть парка, чтобы сразу всё было присмотрено, чтобы освещение провести и в другие части парка. — Что касается футбольного поля, о котором мы с вами говорили в этой студии, всё, уже не играют в футбол, погода не позволяет. — Я надеюсь, «Газпром», как и в прошлом году, зальёт там площадку. В том году и в позатом году она просто привлекала огромное количество детей. Посмотрим. Тут надо общаться. — Пока вы ещё ничего не слышали, да, об этих планах? — Тут всё зависит, наверное, от Торхова. — Ну, вообще-то, конечно... — В футбол можно играть и на снегу. — В управлении по Ленинскому району, да. — У нас в Динамо Киров играет, на снегу в футбол, и что, нормально, даже выиграли. Вот как только снег золк выпал, они тут же и выиграли, понимаешь? Так что это снег, футболу не помеха. — Давайте итоги опроса подводить. Я смотрю на нашу страницу. — Я бы, кстати, по вопросу, я бы высказался, наверное, все бы три точки зрения. Как бы должны заниматься парком не только власти, но и спонсор, и люди, которые там живут. Иначе это будет неправильно. — В общем, все сообща. — Так, подвожу итоги опроса. На странице нашей ВКонтакте по-прежнему лидирует вариант ответа местной власти. 80%, 20% у спонсоров и благотворителей за обычные граждане. Никто не высказался. — Никто не хочет. — Да, и на сайтах kirva.ru тоже на первом месте местные власти. Ответ и поровну проценты у спонсоров и обычных граждан. Спасибо, Анатолий Курбатов, представитель общественного объединения «Красивый Киров». Еще раз напомню, что к концу следующего года, да, вот должна появиться. — Ну, это крайний слой. — А так, может быть, и раньше, да? — Да, это обустроенная трасса возле дворца пионеров. — Следующей зимой мы точно сможем там с тобой сходить на лыжах. — Вы можете в этом году приходить там довольно хорошо. В субботний день. — Ну, снежок еще немножко у нас ляжет. — Трассу прокатаем в этом году точно. — Спасибо. У нас сейчас новости, тематические программы и рубрика «Культпоход» со Светланой Удельной и с нашим скромным участием уже после 12.